В Российском государственном институте туризма и сервиса прошло сразу два события. Фестиваль «Родные просторы» собрал люберецких студентов и школьников, а на открытие ресурсного центра приехали гости из областных национальных автономий и организаций. Более ста участников – ученики младшей школы и студенты вузов, гости со всей Московской области. Торжественные речи, показательные выступления и немного праздничного волнения. Так прошло открытие фестиваля «Родные просторы» в Люберецком институте туризма и сервиса. В рамках фестиваля состоялось торжественное открытие ресурсного центра регионального Московского областного отделения Ассамблеи народов России. На базе института ресурсный центр будет функционировать с целью поддержания взаимопонимания и сотрудничества между разными народами Подмосковья, а также для развития образования, науки и реализации совместных программ, которые будут повышать знания в сфере межнациональных отношений как среди молодежи, студентов и школьников, так и среди старшего поколения руководителей и членов национальных организаций. Мы совместно с Институтом туризма и сервиса в городе Люберце подписали соглашение о взаимодействии между двумя ресурсными центрами. Есть ресурсный центр, созданный при Институте туризма, который как раз-таки занимается этно-туризмом, и наш ресурсный центр в сфере межнациональных отношений. Участникам торжественной церемонии в ресурсном центре вручили благодарственные письма Ассамблеи народов России за вклад в развитие межнациональных отношений, а затем традиционный жест русского гостеприимства – угощение хлебом с солью и поздравления. Эльмира Абдулбаревна Хаймурзина, заместитель и председатель правительства Московской области, она просила поздравить всех с таким знаменательным событием, с открытием этого замечательного ресурсного центра. Следующая часть фестиваля «Родные просторы» – научно-творческая конференция. На ней студенты и ученики школ представили свои проекты, рассказали об объектах туристической привлекательности в Люберецком округе Московской области и в других странах. Это всё проходит в рамках научной работы студентов, проходит это всё в рамках научной работы школьников. Мы привлекаем школы, и со школами мы работаем в таком тесном контакте. После научной части творческое выступление участников разных национальностей, во время которой и красивый азербайджанский танец, и зажигательная дагестанская лесгинка. Планируется, что фестиваль «Родные просторы» станет ежегодным в Ргутисе, будет привлекать всё больше и больше студентов и школьников, а работа открывшегося ресурсного центра объединит национальности Подмосковья вокруг науки и общего стремления развивать сотрудничество. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ.